Привет, ребята! Сегодня хочу вам показать куколку из коллекции Ever After High Poppy O'Hare. Я уже показывала ее сестренку. Ее сестренку с длинными волосами. Ее зовут Holly O'Hare. У нее длинные и красивые рыжие волосы. Она вышла в серии... Как же она называлась-то? Ну, в общем, весенняя ярмарка, что ли, как-то. Ну, в общем, красивая такая она вся расфуфыренная, цветочная такая тема. В общем, это ее сестренка. И они обе близняшки. Характеры у них разные. Они обе добрые, конечно, по мультику. Они очень такие милые, хорошие девочки. Они дочки Рапунцель. Вот. Ну, они хотят жить как бы по-разному. У них у каждой своя судьба. В данном случае вот у нашей Поппи. Она парикмахер. Ей очень нравится делать прически девочкам. Вот. Она, в общем-то, такая креативная. Она отличается от своей сестры тем, что у нее волосы короткие. И вообще, если брать куколок из Ever After High, то у них в основном длинные волосы. И Поппи была одна из первых с короткими волосами. Для нее очень важно иметь свою судьбу. То есть она не хочет быть как бы... Ну, повторять судьбу своей мамы. В отличие от своей сестренки. Вот. Что интересно у этой куколки? В общем, в первую очередь, да, волосы подстрижены коротко. Это скорее каре. Такое интересное. С двумя цветами. То есть волосы у нее двух цветов. Одна половина у нее рыжая, как и у сестры. То есть это, наверное, естественный цвет волос. А другая половина уже такая фиолетовая, ярко-фиолетового цвета. Вот. То есть она такая креативная девчонка. У нее очень интересный макияж. Он ярче, чем у других девчонок, наверное. Такой смуки. Темно-серый. Темно-серого цвета. Глазки у нее, как и у Холли, они такого зеленого такого цвета. Очень красиво. Губки у нее такие... Помада у нее, наверное, нюдовая такая. Более под естественный цвет. Вот. У нее есть сережки. Сережки такие интересные. Они сделаны как бы под фен. Это как будто фен и расческа. Вот это с одной стороны. И с другой стороны просто как будто фен сделано так. Вот. Вот такая вот куколка. Очень симпатичная. Мне она нравится именно тем, что у нее короткие волосы. Она такая необычная по сравнению с другими. Более модная какая-то. Вот. Я ее одела, опять же, в ее изначальный аутфит. В тот аутфит, в котором она была, когда продавалась. Ну, я ей, конечно, меняла ее вид внешний. У нее вот такое ожерелье. Оно достаточно массивное. Серебряное. Также у нее есть... Так, вот ожерелье покажу, наверное, сразу. Ближе. Вот такое ожерелье. И вот такой вот браслетик. Ну, браслетик он с таким дракончиком каким-то. То ли каким-то что-то такое интересное у нее. Или ножницы как будто. Ну, в общем, креативный такой у нее браслетик. Также у нее есть аксессуар такой в виде фонаря, с которым она по лесу ходит. Так как коллекция называется... Забыла сказать, что коллекция называется Сквозь лес. Труды вудс. Она как по лесу там ходит. А я, честно говоря, мультик не видела. Поэтому не могу сказать конкретно, что там за тема. Но название коллекции вот такое, да, что через лес. То есть они... Там какие-то у них приключения в лесу. Также с ней идет вот такое вот платьюшко серого цвета с розовыми... Такой с розовой окантовкой. Вот. Сейчас уберу фонарик. Значит, вот такое платьюшко. Я, наверное, сейчас сниму ее с подставки, чтобы было виднее все это. Значит, сверху у нее такая накидочка. Она тоже многоцветная, с сиреневым цветом. Сиреневый, с узорами в виде ножниц. Вот. Она легко снимается. Мы ее можем снять, чтобы посмотреть, как будет она выглядеть без накидочки этой. Вот таким образом мы ее снимем. Накидочку. И она остается у нас вот в таком ожерелье и в таком простом платье. Она достаточно простое, но асимметричное. Ну, свойственно ее характеру, так как у нее и прическа такая немножечко с асимметрой, ну, не асимметрой даже, но с такими косыми краями. И одежда у нее тоже в тему. Также на ней что-то вроде штанишек-леггинсов. Ну, леггинсы, не знаю, можно ли назвать их леггинсами. Ну, интересные такие штанишки. Цвет у них такой яркий, многоцветный, с сиреневым, с розовым, даже с черным, красным, наверное, каким-то красноватыми оттенками. Вот. Ожерелье я ей, наверное, сниму. Оно такое интересное на стопоре. Вот на таком, как пуговичка такая. Как бы ее снять-то? И не оторвать ей голову. В общем, сняла я жерелье, не без труда, но, тем не менее, сняла. У нее сзади есть такая липучка для платьюшка, для того, чтобы его можно было снять. Липучка такая. Что-то она у меня как намертво прилипучилась. Вот так вот снимается. То есть, можно снять платье. Ну, тело у нее обычное, как у всех куколок коллекции Ever After High. Немножечко потолще, чем у девчонок из Monster High. Немножко такие они, немножечко более в теле. Ну, тело, конечно, все равно худое. Чего уж там говорить. Сейчас покажу ее обувь. Обувь у нее своеобразная такая. Походная, наверное, можно сказать. И достаточно такая массивная. Ну, у них ножки нормального такта размера по сравнению с Барби. Вот. Посмотрим сейчас на ее обувь. Значит, обувь на высокой платформе. Это не каблук. Спереди она вот так выглядит. Значит. Вот. В общем-то, как будто она как с мехом с каким-то спереди. Со шнуровкой. Вот. Такая немножко дерзкая. Вот такая вот обувь у нее. Покажу ее без обуви тоже. Значит, без обуви у них ножки вот такого размера. Достаточно большого, можно сказать. Больше, чем у Барби. Потому что, наверное, более реалистично решили сделать этих куколок. Телосложение, как я уже говорила, у них похоже на Monster High, но отличаются немножечко. Они более, более справные такие. Вот. Девочка красивая, интересная. Я решила ее приобрести, потому что на тот момент на нее была большая скидка. И так как у меня уже была ее сестренка, и Поппи мне тоже нравилась. Было интересно, конечно, короткие волосы и креативный такой вид. Мне захотелось ее все-таки взять в свою коллекцию. Я вставлю потом ее, ну, картиночку, как она выглядела в коробочке, чтобы вы имели представление, как вообще она выглядит. Вот. Куколка интересная. Она, что у нее там? А, у нее, кстати говоря, кроме вот такого аутфита и аксессуаров, которые я уже показала, у нее еще есть, естественно, подставочка вот такая, серебристого цвета. Обычное дело. Так как она относится к отступникам. В то время они все еще подразделялись на отступников и наследников. То есть, кто хотел следовать судьбе своих сказочных родителей, а кто не хотел. Поппи, естественно, как я уже сказала, она не хотела. Так же шла еще в комплекте расчесочка. Вот. И вот такой вот компас. Он такой, как в виде коробочки. Вот такой вот. Он открывается. Да. И внутри выглядит вот таким образом. Вот такая вот вещь. Я ее немножко преобразовывала для себя. Мне нравится. Мне нравится ее прическа, но я ее часто надеваю вот такую вот шапочку, которую я сделала сама. Мне кажется, она прикольнее так выглядит. Вот такая вот девчонка. Крутая. Вот, ребят. Жалко, конечно, что сейчас таких куколок уже не выпускают. Что остановили уже производство. Что сейчас, если можно найти просто в магазинах, то с какой-то уже упрощенной артикуляцией. То есть они уже не такие интересные, не так двигаются. Не такие подвижные и не способные на какие-то позы интересные. В общем, конечно, жаль. Может быть, когда-то решат они все-таки продолжить производство этих куколок. Не знаю. Но в свое время вот они были такими интересными и классными. Хорошо, что были. То есть мои сестренки, они вместе у меня теперь есть. И, в принципе, классные у меня живется. Вот такие вот дела. Вот такая вот куколка. Если будут вопросы по ней или вообще вопросы по Ever After High или по другим куколкам. Может быть, у вас сохранились какие-то куклы Ever After High в вашей коллекции. Кто ваш любимый персонаж? Может быть, пишите, делитесь своим мнением. Как вы считаете, куклы с короткими волосами, они интересны или не очень? Или интереснее все-таки с длинными? Как ваше мнение по этому поводу какое? В общем, всем хорошего дня сегодня и завтра, и в последующие дни. Желаю вам всего хорошего. Пишите комментарии. Всем пока-пока. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Привет, ребята! Я так рада вас видеть! Хорошего вам дня! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok